В рамках государственной программы «Культура Подмосковья» в январе этого года началась долгожданная реконструкция Дома культуры. За месяц до этого был проведен тендер по выбору подрядной организации и выделены денежные средства, которые поступают из бюджетов Московской области и Ленинского района. Обновить предстоит абсолютно все. Волнующий многих вопрос снос террасы. Убрали ее неспроста. В связи с тем, что внутри здания добавляются новые инженерные системы, площадь уменьшается. Поэтому было принято решение на месте террасы создать двухэтажное помещение, разделенное на классы. На протяжении многих лет данная терраса не использовалась. Конструкции приходили в запустение, проживели, прогнили. И было принято решение пожертвовать террасой, дабы увеличить площади в нашем Доме культуры. Всего площадь ДК увеличится на полторы тысячи квадратных метров. Новые классы появятся и в подвале, где и раньше находилось бомбоубежище. Также здесь будет расположена студия звукозаписи и буфет. Отсюда вверх можно будет подняться на лифте. Предстоит замена покрытий, которые сгнили за 62 года эксплуатации, заменят кровлю, систему канализации, вентиляции и отопления. Все мы помним, как порой холодно было в Доме культуры. Теперь же здания полностью утеплят. Грандиозная реконструкция ожидает и святая святых. Зрительный зал. Пока всеми любимый Дом культуры опустел, но когда он будет готов вновь принять посетителей, зрительный зал изменится. Сцена значительно увеличится, правда зрительных мест будет меньше, но появятся места для инвалидов и сами сидения будут комфортнее и удобнее. Выбрасывать на свалку нынешние сидения никто не собирается. Их уже начинают передавать в хорошие руки. Часть отвезли на Мосфильм. Трепетно отнеслись и к другому внутреннему убранству. В прежнем виде сохранятся высокие входные двери, колонны, росписи на потолках и стенах и, конечно, лепнина. Люстры в зрительном зале пока сняли. Их отреставрируют и по окончанию работ вернут на место. Наш Дом культуры должен остаться в прежнем виде. Конечно, да, он будет осовременен, но он должен иметь дух того Дома культуры, который воздвигли в 50-е годы. Я думаю, что одного Дома культуры людям надо ждать только приятных и положительных эмоций, почаще приходить сюда и приводить своих детей для участия в наших великолепных кружках, смотреть наши великолепные спектакли. Работы таких объемов быстро сделать не получится. По предварительным оценкам, вся реконструкция займет год. И тогда жители Ленинского района смогут наслаждаться современным, но сохранившим прежнюю атмосферу Домом культуры. Юлия Погосян, Павел Игнатьев, Елена Кошлева, Видное ТВ.